Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоролика следующая. Точка F3 Тайчун имеет огромное влияние на иньскую энергию и на все иньские органы. Давайте сразу определимся, что иньская энергия это не плохая энергия. Эта энергия, которая, скажем так, дана человеку для баланса инь и янь, для баланса белого и черного. Для этого постоянного баланса, который поддерживается для чего? Для гармоничной жизни в нас, либо в нашем организме, либо в нашей жизни. И если этот баланс нарушается, а он частенько, поверьте, нарушается, и человек не знает в каком состоянии его иньская энергия, яньская энергия, то, конечно же, любой человек зайдет в тупик, и он не будет знать, что он будет лечить, или что он будет вообще, что нужно делать с этой иньской или яньской энергией. Для того, чтобы вы знали, в каком состоянии ваша иньская и яньская энергия, нужно произвести диагностику 12 меридианов, увидеть состояние иньской и яньской энергии, это отчетливо видно в диагностике, а уж потом принимать решение, как воздействовать на данную точку F3 Тайчун. И если у человека есть заболевания, либо проблемы с иньскими органами, а это органы сердца, печень, перикард, почки, поджелудочная, железа, вот, и еще у нас, скажем так, входит сюда, я извиняюсь, почки, поджелудочная, печень, легкие, забыл про легкие, вот, и в каком состоянии эти меридианы и органы? Вот если человек не знает, в каком состоянии эти меридианы и органы, то немножечко укалывание данной точки, либо воздействие на нее будет неграмотным. А если диагностика, допустим, показала, что легкие, перикард, сердце, почки, печень и поджелудочная воспалены, то данную точку нужно расслаблять. Если меридианы, то есть диагностика 12 меридианов показала нам о том, что данные меридианы, данные органы иньские слабые, то данную точку нужно, что, восполнять. Но здесь, как всегда, есть одно маленькое, но практика показывает, что данную точку нельзя слишком сильно тонизировать и нельзя слишком сильно расслаблять. Нужно дать энергии столько, сколько нужно для всех этих шести меридианов из шести иньских органов. Спасибо за внимание.